Бывают, в общем, конечно, разные способы вытяжения. Столбы специальные поворотные придумывают, где человек лежит, закипляется пациент. Но это когда уже серьезно сказали, когда уже такие жесткие мануальные техники лучше не использовать. И он вращается в такой, как... Предметы инквизиции? Нет, предметы инквизиции, сейчас скажем, на столе она таком вращается. Похоже на космические повороты. Не просто в какой-то одной плоскости, а именно по диагонали. Пусть послушайте. Здесь у нас есть... На другой настроении. Пусти. Я слушала. Здесь у нас есть... Будут проводиться мужские и женские дни по воскресеньям, через неделю. В женские дни у нас, соответственно, там будут одни процедуры. А в мужские будем вставить, кстати, в эту комнату, вот этот вот стол. Это же его битвы, да? Там, прям, человек прицепляется руками и ногами к цепям. Висит, вот так вот, провисает под собственным весом. За счет гравитации идет растяжение. И висит. Ну, кому-то может показаться страшно. Нет, это... Поначалу трудно это... Прижимает. Да, потому что там еще суставы все. И вот эти тоже суставы растягиваются. Плечи, там плечи. Надо мягкую просто фиксацию. Так там мягкая фиксация. Там эти такие. Но все равно просто надо послабживать. И вот эти вот, как раз, висит. Опять же дело в ремничке. Уже второй, третий раз, там уже висишь подольше. Так, да. Ну, вот, и я поэтому тоже говорю, что мы, на самом деле, делаем не мануальную терапию, где идет вправление позвонков. Да? Или там каких-то... Мануальная коррекция. Это у нас мануальная коррекция. Она вся предназначена только на растяжение. Поэтому навредить ей невозможно. Понимаете? Если у вас клиента его спрашивают, тоже будете грамотно говорить, что это коррекция. То есть это не вправление. Мы не костоправы. Мы именно за счет вот этих растяжений, они сами косточки вставляются на место. Уже само происходит. То есть организм к этому готовится. Теперь давайте повернем как раз вот этот позвонок Атлант, да, к которому мы подошли. Это можно делать чуть-чуть помягче, чуть погрубее. Можно лежа на столе делать, можно сидя вот так, можно головой даже вниз, свесившись со стола. И можно делать, я вам потом покажу, когда на столе просто рука лежит под черепом, да, и так же мы это поворачиваем. Но сейчас мы то же самое проделываем стоя. Татьяна, покажи, как это делать наиболее мягко. Чтобы наиболее безболезненно было. Сможешь? Давай лучше ты сначала проимонструируй свое, я буду помогать ребятам. Я просто хотел пожестче демонстрировать. Не надо пожестче, делай помягче. Сначала, да, это твои практики. Просто захват тоже может быть разным. Если, может быть, вы видели в интернете, там некоторые просто практикуют, американские какие-то, они прям берут голову вот так на себе. Нет, они просто будут поворачивать и подтягивать. Все это, значит, вытяжка. Да, а по сути это все, да, два движения в одном. Да нет, нормально. Смотрите, вот первый захват. Мы держим те же самые косточки Татьяны, да, пальчиками, вот они, видишь? И больно, да, его. Ну, больно от мышцы у тебя. На самом деле мы кладем голову на руку, потому что нужно свободно висеть. Так же, как вот ты, когда берешь, висел на захвате, да, за эти мышцы. А вторую руку кладем на щеку, да. Получается, у нас эта рука делает поворот, а эта рука чуть вверх подтягивает. В итоге движение идет, опять же, по спирали вот так вот. Помните, мы делали, когда вниз голову пускали? Да, да, как самурайский меч, он шел вот так, вот в этой дуге. А теперь это же туда, только в обратную сторону, вверх, вот туда. То есть мы двигаемся вот сюда, и наше вот это сцепление, череп, оно чуть-чуть как бы отходит, вот так должно стать. Понимаете, да? Сейчас я не буду делать, я просто покажу, как это делается. И вот так. Есть второй захват, когда мы кладем подбородок на руку. Клади подцепим тяжестью. Просите своего пациента, клиента, максимально расслабить голову. Тоже не у всех это получается. А здесь кладите руку, тоже мягко. Тогда идет вот такой поворот, видите? Голова. Рассчитываете, в смысле, по богатым звукам. По силе воздействия. По силе воздействия, это все с опытом приколится. У вас вот с первого раза вообще может не получиться. Хотя я вот, Дима, научил свою собственную шевер, доверил в первый раз, он там весь видит, как он хрустнул мне. И все нормально, ничего страшного. Смотрите, просто чем отличается? Здесь мы двигались вот так, как голова была, видите? А тут мы двигаемся с наклоном вот туда. Это легче. На самом деле для пацаночек это легче, потому что уже тут растяжение идет. Дальше захват можно сделать в ладони, вот так положить. А это мы с этой стороны кладем, да? Вот так вот целиком голову поворачиваем. Видите? Пофиксируем голову. Фиксируем полностью, чтобы она, да. Сам череп. Чтобы ничего другое не сместилось. Не страшно, когда захват? Просто многие боятся именно чисто умозрительно. Многие фильмы эти посмотрели, где ниндзя, там всякие самураи друг к другу. Хрязь, хрязь. Я объясняю. Там другое совершенно идет. Там идет действие на вынос. Вот если кто-то занимался восточным единоборством, тот знает, что перед собой ты не бьешь, ты бежишь сзади. Поэтому самая максимальная сила там, за головой. Да, за территорией. А в данном случае, когда мы берем голову, мы ее подрываем на месте слегка, а там уже по инерции идет. То есть здесь уже нет на вынос. Да, то есть мы сначала спрусили, а потом фух, а потом вот разворот. И там уже по инерции. То есть идет подрыв здесь, но не вынос мозга. Понимаешь? А тогда, когда сворачивают, то идет усилие наверх. То есть там нет бьшш. Конце. Конце, да? Концентрация, да. А когда здесь мы делаем, все наоборот. Тут даже по сути усилий нет. Силиконка так раз. Никакого. И все. Вот так вот все делается. То есть, да, сломать позвонок очень тяжело на самом деле. Это невязно, да? Они достаточно сильные и толстые. Да, самих не получится. Попробую. А, подожди. И еще давай второй захват. Я покажу. Ой, уже какой? Четвертый. Четвертый уже. Это когда мы вот так вот делаем, да? Помнишь, второй, да? То же самое. То есть вот так кладем и уже с этой. То есть меняем. Не так руки у нас, а вот так. Раз. Вот. Ну попробуйте. Вот так вот мы делаем нольчик. Я ходила, я лежала, убрал мою голову. Долго-долго-долго. То есть когда я полностью расслабилась, то тут делал вот этот вот. Да, вот это лежа, да. Я еще делал тогда лежа, но полотенце в голову кладу. Тихонько вот так тоже. Потянули. Нет, это просто тяну. На полотенце тянушь. А тут немножко вот это вращение. Вращение. Давай, Татьяна, попробуй. Все способы. Первый способ. Это не первый. Да. Первый не так. Ты просто как бы так. Из рук делаешь чашу и как бы ты поднимаешь все. Сбоку. Сбоку становимся. Как залпашь? Дима. Нет, Дима, становись с этого, с боку, потому что там у нас камера. Сбоку. Не надо сейчас сместить ногу. Опять я смещусь. Господи, ну что ж такое? Так, вот. Так, не, не, чуть-чуть вы как-то позворачиваетесь. К камере. А надо это расслабить? Вот это вот сюда. Да, садитесь. А вот, надо расслабить? Да, да. Именно поэтому мы делаем вот эти вот движения вращательные. Ищем, когда же человек наконец-то полностью расслабился. Да. Это бывает не у каждого. Это бывает сложно. Поэтому вот тут особенное предостережение для вас. Никогда не доводите до конца. Не дергайте против движения человека. Вы не должны чувствовать сопротивление. Иначе это получается не коррекция, а борьба, по сути. Борьба с его мышцами. Зачем? Мы же не боремся. Мы же корректируем. Да, получается. Его мышцы тянут сюда, мы тебя тянут сюда. И вот зачем вот этого? Противодействие не должно быть. Так, ты какое делаешь движение? Не считаю. Ты вообще не с той стороны делаешь движение. Не считаю. Вот. Мозг свинный, прикажешь. Это же очень просто. Как вы путаете руки вот так? Если одна рука с этой стороны, другая с этой стороны противоположная. Или наоборот. Вы же понимаете, да? Или снизу. Они же друг против друга составляют такую чашечку для черепа. Понимаете? С этой стороны. Да, вот такой способ, да. Здесь голова должна на руке лежать. Вверх ты понимаешь, чтобы она лежала на руке. Так, ну ты какой способ делаешь? Ну, первый еще делаю. Второй уже? Нет, первый. Первый не может. Первый? А ты хочешь довести до хруста? Нет, я просто хочу понять технику. Вот, второе предостережение. Олег, у вас забрали. Ты спасла. Второе предостережение, это чаще всего с теми, у кого запущена стадия остеохондроза. Обычно это пенсионеры. У них сразу чувствуется. У них уже... Видишь, ты расслабливаешь голову? Почувствую, да? У них уже наросты есть на позвонках. Такие шишечки. Остеофиты. Остеофиты, да. Они друг от друга трутся, поэтому просто не делайте. Она что-нибудь отломится, кусочек. Он будет травмировать ткани внутренние. В общем, пенсионерам это и не делают, да? Да, пенсионерам просто не делайте. Делайте вот таким молодым, здоровым, сочным, красивым девушкам. Шерю сорачивает. Голову закручивается. Оговоротно неправильно. Неправильно, да. Потому что движение вверх должно быть. Смотри еще раз. Нет, руки свои поставим. Надо поднять на руки. Вот. Первое мы приподняли не так, а вот так. Вот. Вот черепу. Здесь, подожди, здесь пока тоже вот так вот. Это первое движение? Это первое. Ты как бы приподнимаешь. Дима, ставь сбоку. Всегда отзыв. Смотри, вот мы сделали чашечку здесь. Мы заменили своими руками вот этот позвонок от вам. Да, да, да. И вот теперь вот так вот. Вот, видишь? Да, и чувствуешь, где движение идет? Под черепом. Не внизу шеи, а именно под черепом. Чувствуете, да? Ты чувствуешь? Поделай. Возьми руки. И в руки. И в руки направь. О, это самый прижимный. Так, где ты взял? Да, правильно. А здесь? Ну, в сколы может, конечно, опираться. Мне что, наверное, приятно чуть-чуть вот тут. Да, там, да. Вот тут лучше, да. Просто щеки прямо неприятные. Вот, это мы помните, что делаем? Заменяем, во-первых, позвонок атланта, во-вторых, вот эти вот средства, когда вытягиваешь шею, лямпы такие делали, да? Их именно устремлена, да, вот именно сюда делали, да? Ты делала, ты пробовала. Смотри, такое движение, да? Вот такое, и вверх, да, да, да. Вот так ты, и потом вверх, и в конце так, чуть-чуть вверх. Воинский массаж ведет. Он по мне ходил 70 килограмм полностью. А, я слышал, но как он делать не видел? Богатайство. Вот я побывала у него, он упал меня, полностью по мне ходил ногами, по рукам, по голове, по всему. Ну, и потом он мне провел шею. И он, я лежала между ног, он взял мою голову и не дал мне расслабиться. Вот, вот о чем я говорю, да. Я не расслабилась и против моей, как бы, боли, он... Если вы не ждете, когда что-то расслабиться, ну, сейчас бывает времени мало или что-то еще там. На итоге, как видишь, и люди с ним. А, ты постаралась, молодец. Или он, действительно, человек неосторожно может делать, да, по нему посвяститься. Так можно потянуть ее на воду? Потянуть можно, но, опять же, понимаете, многие люди, они заранее боятся вот этой боли. И им кто-нибудь что-нибудь скручится, они потом... Или ужас, и больше не придет. На самом деле, не всегда виноват сам человек, который делает. Виноват и куба. Так он должен следить, и он должен помогать человеку расслабиться. Но если этого не произошло, можно лучше, с точки зрения клиента, вернуться опять. Там можно следить к другому и это делать до конца. Правильно, правда, то же самое, когда с челюсть, если человеку улетает, надо ее ударить, чтобы она вставилась обратно. То же самое с косточком. Если она куда-то вышла, нужно опять обратиться, чтобы поставить обратно. А люди забывают, люди так и ходят. Нет, я к нему обратилась, я пришла на следующий день, уже исправляй. И что вы? Ну, короче, самое потом пришлось обстягивать. Потому что это было не здорово. Давай, второй захват. Когда мы кладем, накланившись. Хочешь на другую, да? Не хочешь, а? Нет, просто спина. Ну, не будет. Ну, давай. А мы же не тянем. Там какой скотч-то будет. Сейчас можно просто за коротеньшем. Да, да, да. Дима, повторяйте. На другую руке можно. Голова падает под собственной тяжестью на руку. На руку. Вот так, ладно. Получилось? Да. Да, ну, вот это у тебя легко получалось. А он должен как-то брать. Двигай, теперь по кусту. Вот сюда. На себя. Нет, мы не можем. На себя, а заднюю руку вверх. Где череп, мы там стараемся чуть-то отсоединить. Вот, взяли. Двигаем от отца тоже. Ну, давай сверху. Хорошо. Вот так. Положи голову. Положи голову, ты вот почувствуй лежит у меня. Свободно, да? Теперь берешь вот так, под черепу. Нет, это нет. Почему водится? Не в этого. Это я для тебя показывал. Инвертированно. Чуть-чуть встань назад. Так, если не вещает. Знаешь? Ты стоишь чуть-чуть сзади, вот тут. И двигаешь по спирали, вот, вот туда. Вот, как голову. Вот тут угол, стены. Поворотили. Вот так. Да. Стягивается? Да. Так, посильнее движет. Ты почувствовала разницу? Смотри. В первый раз. Удобно вот так держать голову. В первую разу, ну, давай сядем на... На стуле. Нет, ну, нормально. А мне вообще... Вы же мне сказали, давайте пересядем на стул, да. Слезай, слезай. Сейчас мы ее поднимем. А мне это удобно. А вы мне не сказали, что это высоко. Ну, теперь-то у меня руки не устали. Чуть-чуть, перетеркнись. Вот так вот. Так. Запомнила? Первый раз мы двигали вертикально. Теперь мы двигаем вот так вот. Вот, да. Нормально теперь? Ну, только если сопротивлялась. На немножко, да. Ну, сопротивляться не надо мне. Доверься, детка. Вот так. Ты опять в эту сторону делаешь? Нет, в другую. Нормально будет. Сейчас лучше. Вот, да. Все, опять же, приходит с опытом. Понятно, что у вас может не получиться. Второй захват. Вот, третий. Тот же самый. Пожи мне еще раз вот так же движение, чтобы не понять, не почувствовать, да. С любовью. Вот, давай, смотри. Первое. Что-то нам чашечку. Вот такой, да. Вот по самому. Вверх поднимаем. Вот так. Раз. Ну, в конце чуть-чуть доворот вниз. Так. Чтобы было все-таки показательное вращение. Первый раз, когда мы поднимали, все-таки в конце доворот вниз. Вот так. Смотри. Повернули через. А когда хрустим, вот так вот. Чуть туда. Вниз. А второй раз она уже висит. Мы уже поворачиваем. Вот так. То есть тут не надо вниз. Почувствую разницу, да? Второй раз. Второй упражнение, клади руку. Вот так поворачиваем. Раз. До упора, видишь? Некоторые делают очень грубо. Я видел, один там хвастался. Я там столько институтов позаканчивал. И он берет в прямом смысле вот так. Раз. Раз. Человек сопротивляется, он еще, еще. Прямо так обходит, а потом только делает поворот. Я когда его видел, я вообще уже снился. Строй. Как хорошо, чтобы ты не все институты закончил, да? Да. Иногда после института такое вот. Движение идет до предела, да? Но оно легко идет. А потом просто в конце, как бы, немножко за пределы ходит. Тык. Вот так и все. Видишь? Третье движение. Тоже похоже на второе. Только мы захват делаем. Вот так мы голову пойдем, да? А эту руку, чтобы довернуть, с этой стороны черепа упираемся.